Приветствую вас на канале книги, истории, факты. В этом видео я хочу рассказать 75 страшных и необъяснимых неразгаданных тайн мира. Надеюсь его просмотр будет вам не только интересен, но и полезен. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления, и при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Обращаю ваше внимание, что как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале книги, истории, факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Мир полон чудес и загадок. Мы мало что знаем о том, что происходило в прошлом. Историкам и вообще любым ученым, приходится интерпретировать доказательства, которые собираются в ходе расследований. Порой они оказываются правы, но бывает, что их толкования ошибочны или даже они не могут их придумать. Вам когда-нибудь попадались настоящие тайны, которые продолжали волновать вас долгое время после того, как вы о них узнали? Что ж, благодаря интернету, вы можете регулярно узнавать новые истории, которые точно не дадут уснуть по ночам. В наше время, казалось бы, не осталось ни одной таинственной загадки, все давно решено и распутано. Как говорил гениальный Шерлок Холмс, все элементарно. Ватсон. Каждое преступление оставляет невидимые следы, и моя задача просто прочитать их. Мы решили собрать страшные и необъяснимые тайны мира, которые так и остались неразгаданными. 1. Рейс 370 Malaysia Airlines 2014 год. В марте 2014 года произошло загадочное и ужасающее событие, связанное с пропажей рейса 370 авиакомпании Malaysia Airlines. Этот рейс отправился из международного аэропорта Куала-Лумпур в Малайзии с намерением достичь международного аэропорта Пекина, имея 239 пассажиров и членов экипажа на борту. Однако спустя несколько часов самолет внезапно исчез с радаров авиадиспетчеров, оказавшись на значительном расстоянии от запланированного маршрута. Дальнейшая участь рейса осталась неясной, поскольку он так и не прибыл в пункт назначения. В последующие годы находили различные обломки, которые предположительно являлись частями пропавшего MH370, однако большинство из них так и остается неподтвержденными. Этот трагический случай до сих пор остается одной из самых загадочных катастроф в истории авиации. 2. Пропажа Эмилин Брэдли 1998 год. Брэдли совершала круиз по Карибскому морю в компании своей семьи, когда 14 марта 1998 года она исчезла. Ранним утром отец Эми, Рон, решил проверить, как спят его дети, и обнаружил, что Брэдли, по всей видимости, отдыхает на шезлонге на балконе их каюты. Однако менее чем через час, в 6.00 утра, она исчезла. Семья незамедлительно сообщила экипажу о пропаже, однако им было сказано, что еще слишком рано для поднятия тревоги на всем корабле. Вскоре поисковый отряд, состоящий из команды и персонала судна, обнаружил пропажу Брэдли, и начались четырехдневные поиски, проводимые голландской береговой охраной Карибского бассейна. Однако, несмотря на все усилия, она так и не была найдена. 3. Исчезновение каякера Эндрю Макколи 2007 год. Австралийский каякер Эндрю Макколи предпринял попытку пересечь Тасманного моря в 2007 году. Во время своего приключения он использовал особую капсулу и морской якорь, чтобы спать внутри своего каяка. Однако, когда его каяк был обнаружен, капсула пропала. Позже нашли снимки на его фотоаппарате, на которых Макколи подает сигналы бедствия, говоря, что он тонет и нуждается в помощи. 4. Убийство на озере Бодом, 1960 год. В июне 1960 года четверо подростков решили разбить лагерь на берегу озера Бодом. Трое из них были жестоко убиты. Единственный выживший, Нильс Густавсон, получил серьезные травмы, включая сотрясение мозга и переломы лица. Он утверждал, что успел лишь мельком увидеть нападавшего. Тем не менее Густавсона судили по обвинению в убийстве, но его оправдали. 5. Исчезновение Ребекки Корием, 2011 год. В 2011 году Ребекка Корием пропала со своего рабочего места, на борту круизного лайнера Дисней Вандер, ее не нашли ни в ее каюте, ни в других местах корабля. Однако следователи обнаружили запись с видеокамеры, в 5 часов 45 минут утра, где она разговаривает по телефону и выглядит эмоционально подавленной. Это был последний зафиксированный случай ее присутствия на борту, и ее тело так и не было обнаружено. 6. Озеро Скелетов. Это мелкое озеро в Индии славится тем, что на его берегу во время схода снега можно увидеть сотни человеческих скелетов. По словам исследователей, кости являются останками людей, погибших при внезапной буре с градом в IX веке, однако точных сведений о причине появления скелетов на этом озере не существует. 7. Исчезновение Гарольда Хольда, 1967 год. 17 декабря 1967 года премьер-министр Австралии Гарольд Холд исчез во время дневного купания на австралийском пляже Чевиот. Холда сопровождали 6 человек, но только один из них вошел в воду, остальные отказались, сославшись на небезопасные условия плавания. Присутствующие вспоминают, как Холд, не слушая увещеваний, заплывал в море все дальше, пока не исчез под волнами и больше не появился на поверхности. Когда спутники потеряли Холда из виду и не услышали ответа на зов, они бросились за помощью к полицейским Виктории, те организовали поисковую группу. Более 340 человек искали политика, включая водолазные команды и вертолеты. 7 января 1968 года поиски тела были прекращены, и общественность признала Холда погибшим. Вокруг его исчезновения ходит несколько теорий заговора. Некоторые звучат очень бредово, например, что его похитили на китайской подводной лодке. Другие, из-за слухов о том, что Холд намеревался вывести Австралию из войны во Вьетнаме, утверждают, что его смерть была убийством по заказу ЦРУ. Третьи ссылаются на отсутствие тела как на доказательство того, что он не погиб, а умело инсценировал свою смерть. 8. Дама на дне озера. Тело Кэрол Парк было обнаружено на дне водоема Канистон на северо-западе Англии. Она была завернута в сарафаны пластиковые пакеты, при этом ее тело было утяжелено свинцовыми трубами. В результате вскрытия стало ясно, что лицо было разбито, а в качестве орудия убийства использовался ледоруб. Гордон Парк, муж Кэрол, в конечном итоге был признан виновным, однако это дело вызвало много споров. 9. Маленькая мисс Лейк Понасовки. Тело неизвестного человека было обнаружено, частично погруженным в воду озера Понасовки во Флориде. Жертва была полностью одета, на ее безымянном пальце находилось кольцо, предполагается, что она была замужем, а на шее застегнут мужской ремень 36-го размера. Убийство остается нераскрытым, несмотря на судебно-медицинскую реконструкцию лица жертвы в 1971 и 2012 годах. 10. Убийство на озере Лава, 1924 год. Тройное убийство на озере Литл Лава, в национальном лесу Дешуц, Центральный Орегон, произошло почти 100 лет назад, в 1924 году. Трое друзей планировали провести зиму в бревенчатом домике, работая трапперами. После их исчезновения на берегу озера были найдены кровь, человеческие волосы и зубы, а после того, как лед растаял, нашли их тела. 11. Коралловый замок. Это причудливая мегалитическая структура, работа, созданная эксцентричным эмигрантом из США Эдвардом Лицкалниным. Она находится к северу от города Хамстет, Флорида. Он построил весь комплекс самостоятельно в 1930-х годах. На волне славы Лицкалнин утверждал, что изобрел вечный двигатель, который позволил ему перемещать огромные камни с помощью левитации. Несколько подростков утверждали, что видели, как он работает, и сказали, что огромные блоки кораллов весом в тонны летали вокруг, как наполненные водородом шарики. 12. Цикада 3301. Цикада 3301 – это очень странная и загадочная организация, которая с 2012 года публикует в интернете сложнейшие головоломки. Эту организацию называют самой законспирированной и загадочной загадкой эпохи интернета. Многие думают, что это может быть работа АНБ или ЦРУ. Попытка привлечь представителей общественности, к работе над проектами взлома кодов и дешифрования. Кто его знает? 13. Катаклизм на Нибиру. Многие приверженцы теории заговора считают, что наша солнечная система скрывает десятую планету, под названием Нибиру, что она вот-вот столкнется с Землей и убьет нас всех, и что НАСА знает об этом и молчит, да вообще, все ученые мира отрицают это. В 2012 году, профессор Брайан Кокс написал в Твиттере, если кто-нибудь еще спросит меня об этой воображаемой, нецензурно, планете, я ударю его по его иррациональной голове принципами Ньютона. Может быть, заполистая речь была лишь прикрытием? 14. Уцура-бунэ. Уцура-бунэ на японском языке, буквально означает «полый корабль». Странное судно, сделанное из полированной латуни и хрусталя, которое прибило к берегу, в 1803 году, на восточном побережье Японии. Местные рыбаки нашли внутри корабля привлекательную, странного вида молодую женщину, но она не говорила ни на одном языке, который они когда-либо слышали. Уфологи считают, что это ранее близкая встреча с инопланетным видом. Ну а с кем же еще? Существует три различных записанных рассказа об этой истории 1825 года, 1835 года и 1844 года, детали в которых незначительно различаются. 15. Человек-ящерица с болота Скейпор. Существо на этой фотографии, якобы является человеком-ящерицы из болота Скейпор в Южной Каролине, которая, как говорят, живет в самом болоте, а также в канализации. Его описывают как существо порядка полутора метров в высоту, двуногое и чешуйчатое, с тремя длинными пальцами на каждой руке. Городские легенды гласят, что ящер якобы атаковал автомобили, оставляя длинные выбоины в металле. Легенда настолько стойкая, что прижилась даже на страницах Википедии. 16. Инцидент Вэлла. 22 сентября 1979 года орбитальный американский спутник Вэлла засек неопознанную двойную вспышку света вблизи отдаленных островов Принца Эдуарда, у берегов Антарктиды. Никто не знает, что это был засвет. Двойные вспышки являются общей характеристикой ядерных испытаний. Но кто испытывал ядерную бомбу там? До сих пор ни одно правительство ни одной страны не признало этого. 17. Мегацунами в заливе Литуя 1958 года. 9 июля 1958 года в заливе Литуя на Аляске произошло мощное землетрясение, в результате которого 30 миллионов кубических метров породы упали в море и образовали крупнейшие цунами в истории человечества. Водный небоскреб высотой более 500 метров пронесен над заливом. Местная пара Суансоны и их парусник Барсук были захвачены цунами и оказались в эпицентре передряги, но сумев оседлать волну, выжили, чтобы рассказать историю, опубликованную через 60 лет на Википедии. Хотя эта история до сих пор вызывает множество вопросов. 18. Плитки Тойнби. Эти озадачивающие плитки и таблички ручной работы, обычно нарисованы на асфальте, появляются в США и Южной Америке с 1980-х годов и никто не знает, кто их делает и зачем. Размером они с номерной автомобильный знак, и обычно в них написано что-то вроде идея Тойнби в фильме 2001, оживляют мертвых на планете Юпитер. Ссылка на фильм Стэнли Кубрика Артура Кларка 1970-х годов, впрочем некоторые из них также имеют политические заявления. 19. Памятник Янагуни. Памятник Янагуни представляет собой ряд пирамидальных подводных руин и уступов у берегов Японии, которые некоторые люди считают остатками древней культуры. Памятник состоит из прямых стен, колонн, платформы резного человеческого лица, но японское правительство не верит, что это какой-то город в стиле Атлантиды, вероятно сделанный инопланетянами и отказывается брать его под свою защиту. 20. Извержение вулкана Крокотау в 1883 году. Это гигантское извержение в Индонезии было одним из самых разрушительных вулканических событий в истории человечества, убив в короткий срок порядка 36 тысяч человек. Сначала вулкан извергся, затем произошла череда катастрофических взрывов. Взрывы были настолько громкими, 180 дБ, что их услышали за 3200 километров в городе Перти, Австралия. Впоследствии было обнаружено, что весь остров Крокотау был почти полностью уничтожен. До сих пор к этому извержению есть ряд неразгаданных вопросов. 21. Загадка криптограмм Бейла. Эти загадочные документы датируются 1885 годом и написаны сложным числовым шифром. Говорят, что они содержат местонахождение трех тонн зарытых золотых и серебряных сокровищ, первоначально спрятанных человеком по имени Томас Джей Билл в секретном месте в Вирджинии, США. До сих пор был расшифрован только один текст, но он дал лишь детали того, что было запрятано, и общее местоположение клада, округ Бетфорд. Странно, страшно и загадочно. 22. Смертельный луч Гриндел Мэтьюс. Гарри Гриндел Мэтьюс был английским изобретателем, который в 1920-х годах неоднократно настаивал на том, что он создал первый в мире электрический луч смерти. В начале демонстрации он якобы при помощи этого оружия на расстоянии сумел остановить двигатель мотоцикла, включил лампочку, а также заявил, что с его помощью также может сбивать самолеты и поджигать порох. Мэтьюс утверждал, что он рассчитывал начать продажи луча американским военным. Многие страны мира за этим мифическим видом оружия охотились, начиная от времен Плутарха. 23. Взрыв в Техас-Сити. Эта катастрофа вошла в историю как крупнейшая череда мощнейших неядерных взрывов и до сих пор является одной из самых смертоносных промышленных аварий всех времен. 16 апреля 1947 года после начавшегося на борту судна, ходившего под французским флагом СС «Грэнд Комп Пожара», на борт которого шла погрузка 2300 тонн аммиачной селитры, произошел взрыв. Взрыв сравнял с землей почти тысячу зданий, погубил 581 человека и поднял в воздух 6350 тонн металла на сотни метров. Череда возгораний и взрывов привела к уничтожению двух третей этого города и трех четвертей всей его химической и нефтеперерабатывающей промышленности. 24. Блуп. Блуп, в переводе с английского «рев», был странным, чрезвычайно мощным низкочастотным сигналом, зафиксированным Национальным управлением, океанических и атмосферных исследований США, НАУА, в 1997 году. Звук менялся по частоте и мог, как предполагалось, издаваться крупным морским животным. Единственная неувязка заключалась в том, что на Земле не существует сейчас столь крупных животных. Из-за нестыковки НАУА пришлось пересмотреть вероятный источник звука. Теперь он, по мнению исследователей, был вызван двумя большими айсбергами, а не живым существом. 25. Загадка бабочек Данаида Монарх. Бабочка-Монарх мигрирует из США в Мексику и обратно каждый год. В течение года существует четыре полных поколения бабочек, которые живут и умирают во время путешествия. Вернувшись из Мексики, бабочка умудряется найти те же деревья, с которых начинала жизненный путь ее прародительница, несмотря на то, что никогда не бывала там. В настоящий момент у ученых нет однозначного мнения, как молодое поколение бабочек находит место, где обитали их родственники. 26. 100 тысяч долларов, найденные в туалете телеканала. В Мельбурне в 2011-м неизвестный мужчина провел пять часов в телецентре канала Channel 9, зайдя в туалет и смыв в унитаз около 100 тысяч долларов. Часть денег он также выбросил в мусорное ведро. Кто и зачем это сделал, до сих пор остается загадкой. Изначально несколько банкнот по 50 и 100 долларов в мусорном ведре в кабинке для инвалидов обнаружил уборщик. Примерно через неделю туда вызвали сантехника, из-за засорения трубы. Он был потрясен, обнаружив, что канализацию засоряют тысячи долларов наличными. Так в общей сложности нашли 100 тысяч долларов. Полиция и по сей день так и не раскрыла происхождение этих денег, а также не нашла человека, который выкинул наличность. 27. Бразильская тайна свинцовых масок. Дело о свинцовых масках. В 1966 году на холме Винтин в Рио-де-Жанейро были найдены тела двух мастеров радиотехники Мануэля Перейры да Крузо и Мигеля Жозе Виана. На них были свинцовые маски, похоже предназначенные для защиты от радиации, они были одеты в деловые костюмы и непромокаемые плащи. Рядом с телами нашли полотенце и пустую бутылку из-под минеральной воды. Самое странное, что при них был блокнот, на одной из страниц которого имелась загадочная запись на португальском. Примерный перевод. 16.30 быть в условленном месте. 18.30 проглотить капсулу. После наступления эффекта, многоточие. Далее указан набор странных слов, защита металлов, ждать сигнала, маска. Кстати, в книге Дж. Митчелла и Р. Рикарда «Феномены книги чудес» предложен другой вариант перевода. 4.30 пополудни. Будьте на означенном месте. 6.30. Проглотите капсулу. После того, как начнет действовать, защитите лицо металлической маской и ждите сигнала. Следствие до сих пор так и не выяснило причину гибели мужчин, установив, что это точно не самоубийство. Различные экспертизы показали, что никаких признаков насильственной смерти обнаружить не удалось, как и признаков отравления, поражения радиацией или каких-либо других патологических изменений во внутренних органах. Что касаемо масок, то считается, что их радиотехники изготовили самостоятельно. Есть много версий случившегося, начиная от удара молнии до совсем фантастических. 28. Человек-обезьяна из Дели. Гуманоид, якобы неоднократно наблюдавшийся в индийской столице Дели в 2001 году. В начале 2000-х в Индии распространялись панические слухи о том, что существо, прозванное человеком-обезьяной, нападает на людей, живущих в Дели. Оно было около 120 сантиметров ростом, хотя иногда сообщалось о росте в 150 или даже 180 сантиметров, имело обезьяноподобное лицо и терроризировало людей с полуночи до 4 утра. Жители Дели были так напуганы, что перестали спать по ночам, пытаясь защититься. До сих пор никто не знает, было ли это правдой или просто слухом, в который люди начали верить. По данным газеты The Guardian, человек-обезьяна напал примерно на 20 человек в течение пяти дней, поцарапав и нанеся им ранение. Одни свидетели утверждали, что у него железные когти и зубы, другие уточняли, что он носил роликовые коньки. Укусы, оставленные существом на своих жертвах, свидетельствовали о том, что это было животное, а не человек. Хотя полиция была вовлечена в поиски, мало что известно о том, что именно представляет собой это существо и существовало ли оно на самом деле. Кстати, чтобы это ни было, весь этот инцидент был описан как пример массовой истерии в Индии. 29. Харабская письменность. Письменность Долины Инда. В период с 3300 года до н.э. по 1300 год до н.э. в Северной Индии и Пакистане существовала развитая цивилизация, называемая цивилизацией Долины Инда. Считается, что проживавшие там люди изобрели письменность, независимо от других, что происходило всего 5 или 6 раз в истории. Но по сей день, со всеми тысячами надписей, которые у нас есть, и всеми задокументированными контактами с другими цивилизациями, мы не расшифровали их письменность. Нет никакого известного розетского камня, никаких известных надписей или документов на этом языке. Но самая большая загадка не в том, как читать надпись или что в ней сказано, а в том, сможем ли мы когда-нибудь вообще узнать о древней письменности и языке. Возможно ли вообще расшифровать язык, о котором мы абсолютно ничего не знаем. Есть версия, что эта письменность использовалась для языка дравидийской группы. Советский и российский историк, этнограф, лингвист и эпиграфист, переводчик, основатель советской школы майонестики Юрий Валентинович Кнорозов считает, что протеиндийское письмо классический пример иероглифики, то есть морфемно-силабическое письмо. 30. Кто убил Мисси Биверс? Меня всегда поражает убийство Мисси Биверс. Она была убита ранним утром в церкви, где преподавала йогу. На кадрах с камер наблюдения в здании видно, как убийца бродит по залам церкви всю ночь, но странно не это. Странно то, что убийца был одет с ног до головы, в полицейское защитное снаряжение. Это самая странная и жуткая видеозапись, и она просто пугает. Есть много теорий, но убийство Мисси так и не было раскрыто, и я считаю, что в этом деле даже не было настоящего подозреваемого. В апреле 2016 года фитнес-тренер приехала рано утром к церкви, рядом с которой она регулярно проводила свои занятия. В тот день шел дождь, и она предложила провести занятия под крышей церкви. Об этом она сообщила в группе в одной из соцсетей. В пяти утра к церкви начали съезжаться люди. Первым приехал мужчина, у которого в этот день должно было быть первое занятие. Он увидел автомобиль тренера, припаркованный возле церкви, прикрытую дверь, но постеснялся заходить внутрь первым, и решил дождаться еще кого-нибудь, сидя в машине неподалеку. Позже приехали еще четыре человека, и, войдя в церковь, обнаружили тело тренера. К сожалению, полиция так и не нашла преступника. Загадочное убийство Мисси – одна из самых жутких историй в США. 31. Тайна гранитного монумента. Кто взорвал скрижали Джорджии. Памятник состоял из четырех панелей высотой примерно 4,8 метра, которые служили солнечными часами, астрономическим календарем, и на них было написано «Руководство по жизни в эпоху разума» на восьми разных языках. Вокруг скрижали много загадок, в том числе почему они там находились и кто за ними стоит. Путеводные камни были установлены в 1980 году. Человек или люди, заказавшие монумент, остались анонимными. При заказе памятника, использовался псевдоним Р.К. Крестьян. И сообщения о нем, и сам монумент были весьма противоречивыми, одни считали его сатанинским, а другие в шутку называли американским Стоунхенджем. 7 июля 2022 года он был загадочно взорван ранним утром. Несмотря на записи с камер видеонаблюдения, виновник до сих пор неизвестен. Бюро расследований Джорджии опубликовало дополнительное видео с камер наблюдения, на котором видно, как неизвестный оставляет взрывное устройство на скрижалях Джорджии. Видео нечеткое, но оперативники все еще активно работают над идентификацией человека, покинувшего место происшествия после взрыва. 32. Исчезновение Аши Дегри. Девятилетняя Аша Дегри исчезла из своего дома в Шелби, Северная Каролина, в день Святого Валентина в 2000 году. Девочка легла спать накануне вечером, а когда мать утром пошла ее будить, то обнаружила, что Аша пропала. Она была замечена, идущей по шоссе номер 18 около 4 часов утра. Ее видели несколько проезжавших мимо автомобилистов, а когда один из них развернулся и стал приближаться к ребенку, Аша сошла с обочины и побежала в лесной массив. Это происходило холодной ночью, и свидетель сказал, что когда он увидел девочку, бушевала буря, а на ней не было ни куртки, ни носков. Через год после исчезновения строитель нашел сумку Аши с книгами в лесу, которая была завернута в полиэтиленовый пакет. Спустя время некоторые вещи девочки были найдены в сарае, неподалеку от места, где ее видели последний раз. Это были банд в форме Микки Мауса, маркер, карандаш с символикой Олимпийских игр 1996 года в Атланте. На пресс-конференции шериф области Дэн Кроуфорд сообщил, что расследование на этом не прекращается. Были вовлечены ФБР и Государственное бюро расследований Северной Каролины. Изучив дело, многие эксперты как ФБР, так и СБА назвали возраст девочки неподходящим для побега. Агент ФБР Барт Бюрпа также отметил, что нет никаких причин, по которым девочка могла бы сбежать. Она не жила в неблагополучной семье, у нее была хорошая успеваемость. Тем не менее следователи пришли к выводу, что это было бы наиболее вероятным объяснением ее исчезновения. Она ушла из дома, а затем по какой-то причине потерялась, была похищена или сбита неизвестным автомобилем. 33. Странные деревья Чечим и Чака, они растут в некоторых частях Центральной Америки. В коре дерева Чечим содержится настолько сильный яд, что простое прикосновение к коре или к соку вызовет у вас сыпь с волдырями. Противоядие от этого конкретного токсина находится, в родственном ему дереве, Чаки. Но что действительно странно, так это то, что эти два дерева всегда встречаются в природе, рядом друг с другом. Существует миф индейцев майя, связанный с этими деревьями, о том, что они произошли от двух братьев, которые сражались друг с другом из-за любви к женщине. В итоге братья убили друг друга, а женщина по имени Никтиха умерла от горя. Один из братьев, Кинич, был добрым и заботливым и таким образом, стал деревом Чака. Другой брат, Тизич, был бессердечным и высокомерным, он стал деревом Чечим. Тот факт, что эти деревья в природе находятся рядом друг с другом и обеспечивают прямо противоположные эффекты, это довольно странно. 34. Принцы в Тауэре, 1483 год. После смерти короля Англии Эдуарда IV на престол, должен был взойти его 12-летний сын, но до совершеннолетия наследника назначили регента. Им стал брат умершего короля Ричард Глостерский, впоследствии Ричард III. После того, как малолетний король и его младший брат, герцог Йоркский, были привезены регентом в Лондон для коронации, их поместили в башню Тауэр, но после этого детей больше никогда не видели. Много веков спустя в Тауэре были найдены, два скелета мальчиков примерно того же возраста, что и принца на момент их пропажи. Однако тайное исчезновение принцев так и не было разгадано. Принца Эдуард, 12 лет, и Ричард 9 лет, были помещены в лондонский Тауэр их дядей Ричардом, герцогом Глостерским, в 1483 году. Мальчики родились во времена печально известной войны Росс, 1455 год, 1485 год, которая по сути представляла собой серию вооруженных конфликтов между двумя соперничающими сторонами одной семьи, сражавшимися за трон Англии. Когда дядя поместил Эдуарда с братом в башню и заявил, что это было сделано для их защиты, событие не вызвало подозрения у общественности. Согласно сообщениям того времени, мальчиков видели все реже и реже, и в конце концов, они больше никогда не попадались на глаза свидетелям. Подозревают, что их убили, но никто точно не знает, так ли это? А если они были убиты, то кем? 35. Человек в железной маске, 1703 год. По неизвестным причинам, некий француз был вынужден носить бархатную маску, когда был схвачен и заключен в тюрьму под вымышленным именем. Он провел там более 30 лет, до самой своей смерти, что по сути породило многовековые теории о том, кем на самом деле он являлся. В конце 1600-х, начале 1700-х годов, мужчину неизвестного происхождения и неопознанного по имени в черной бархатной маске, не железной, заключили в тюрьму Бастилия в Париже. Неизвестный сидел там, пока не умер в 1703 году. Начиная с 18 века, люди выдвигали множество теорий о том, кем был этот человек. Предположения были разные, от английского дворянина до брата короля Людовика XIV. Однако большинство историков пришли к выводу, что узника звали Истаж Дожи, и он, вероятно, был коммердинером знатной особы. К тому же он не носил маску все время нахождения в заключении это вымысел. Человек в железной маске провел более 30 лет во французских тюрьмах, вынужденный скрывать свою личность от всех, кого видели его тюремщики и их начальник Бенин Доверн де Сен-Мар. Хотя слухи и предметы искусства часто украшают лицо узника металлом, свидетели утверждают, что на самом деле для маскировки использовался черный бархат. Многих в прошлом и настоящем занимала личность этого человека. Интерес подогревался мерами, на которые пошли его надзиратели в стремлении скрыть персону пленника. Некоторые считают таинственного незнакомца внебрачным отпрыском короля Людовика XIV или даже его братом. Другие убеждены в его близком родстве с кем-то из опальных дворян. Возможно, бедолагу заключили в тюрьму, чтобы укротить какого-то строптивого аристократа и предотвратить его нежелательные шаги. 36. Убийство топором в Велиске, 1912 год. Где-то в июне 1912 года, примерно 9-10 числа, семья Мурсупруги Джозая и Сара и их дети, четверо из которых были их собственными, а двое других гостили в семье, были забиты до смерти в собственном доме. Преступление было совершено в США, штат Айова, в городке Велиска. 8 жертв были убиты топором, который нашли на заднем дворе. Согласно сообщениям, убийцы обыскали дом в поисках предметов одежды, чтобы закрыть зеркала в доме и дверные стекла. Власти также обнаружили кусок бекона рядом с топором, тарелку с несъеденной едой и миску с окровавленной водой на кухне. За прошедшие годы было найдено несколько зацепок, но дело до сих пор остается нераскрытым. 37. Убийство Элизабет Шорт, прозванной Черной Георгиной, 1947 год. Доказательство из архива – это письма с угрозами смерти и фотографии с места преступления. Элизабет Шорт, посмертно прозванная Черной Георгиной, была 22-летней девушкой, которую жестоко убили, в январе 1947 года в Лос-Анджелесе. Делу была придана широкая огласка, из-за ужасного характера преступления. Тело несчастный преступник сильно изуродовал, в том числе, оно было разрезано пополам. Как ни странно, на месте преступления не было ни капли крови. Многие подозреваемые были тщательно проверены, но никого не арестовали. Несмотря на то, что за эти годы было выдвинуто много теорий, убийство Элизабет Шорт остается нераскрытым. 38. Массовое убийство на ферме Хинтер-Кайфек, 1922 год. Весной 1922 года, 6 человек, живших и работавших на ферме Хинтер-Кайфек, расположенной в сельской местности Баварии, Германии, были убиты неизвестным преступником. Шесть жертв, были в возрасте от 2 до 72 лет. Тела четырех жертв с жестокими ранами, были обнаружены в сарае, скрытые слоем сена, а двух других нашли в доме. Судя по всему, убийцы оставались на ферме несколько дней и даже ухаживали за домашним скотом, кормили животных. Хотя за последние 100 лет прорабатывалось несколько теорий о произошедшем, этот ужасный случай остается нераскрытым по сей день. 39. Смерть сэра Эдмунда Берри Готфри, 1678 год. Сэр Эдмунд Берри Готфри был английским судьей, который загадочно погиб 12 октября 1678 года. Подробности произошедшего не совсем ясны, но он по сути стал жертвой антикатолического заговора, организованного для того, чтобы создать впечатление, будто короля Карла II собираются убить. Тело Эдмунда было найдено в канаве, проткнутое его собственным мечом. По-видимому, причиной его смерти на самом деле, было удушение, и он уже был мертв, когда меч пронзил его тело. Несколько человек были ложно обвинены и казнены за это убийство, но раскрыть дело не удалось до сих пор. 40. Исчезновение Джимми Хоффы, 1975 год. Люди говорят, что двое могут хранить тайну, если один мертв. Несколько человек должны были знать о том, что случилось с Хоффой, и быть причастными к этому, но никто никогда не произнес ни слова. Кто-то должен знать. То тут, то там возникают слухи, но на протяжении десятилетий никому не удалось приблизиться к разгадке тайны и выяснить, что на самом деле произошло с ним. Джимми Хоффа человек, в прошлом имевший связи с организованной преступностью. Он стал профсоюзным лидером и президентом профсоюза водителей, прежде чем бесследно исчез, 30 июля 1975 года. В тот день Хоффа покинул свой дом в Лейкарион, штат Мичиган, чтобы якобы встретиться с известными мафиози Энтони Тони Джеком Джеколони и Энтони Тони Пропровенцана. В день своего исчезновения Хоффа позвонил, жене из телефона автомата, но после звонка никто из знакомых и родных никаких сведений о нем уже не имел. Вскоре к поискам Хоффа подключилась в ФБР, но розыск ни к чему не привел, и в 1982 году он был официально объявлен умершим. 41. Пропавшие минуты пленок у Этергейта. Что произошло за это время? Хотя уэтергейтский скандал был сосредоточен на причастности администрации Никсона, краже информации из кабинетов Демократической партии, известно также, что президент Никсон установил вокруг Белого дома устройство для записи своих и чужих разговоров. Когда власти обнаружили существование этих записей, они приказали Никсону отдать их. Он это сделал, но 18 минут разговора пропали. Секретарь Никсона Роуз Мэри Вудс заявила, что просматривала пленки и случайно нажала кнопку записи, когда потянулась, чтобы ответить на телефонный звонок. Но из-за чрезмерной секретности и зловещего характера уэтергейтского скандала многие предположили, что разговор, произошедший в этот отрезок времени, был намеренно стерт. 42. Выжили ли Фрэнк Моррис, Джон Энглин и его брат Кларенс после побега из федеральной тюрьмы Алькатрас. 11 июня 1962 года трое заключенных Алькатраса совершили побег, и, как предполагается, их больше никто не видел и не слышал. Эти люди потратили около шести месяцев, чтобы проделать дыру в смежных камерах ножами из столовой и другими инструментами. Они также соорудили импровизированный плот и, пробравшись через вентиляционную шахту тюрьмы на крышу, перелезли через ограждение периметра и отправились к воде. Позже полиция обнаружила в заливе Сан-Франциско нечто похожее на части плота, а также бумажник одного из братьев Энглин. В сочетании с коварными течениями и условиями залива, это позволило ФБР объявить, что мужчины определенно погибли во время путешествия. Однако их тела так и не были найдены, и многие считают, что бывшие узники благополучно пережили побег и обосновались где-то во Флориде или Южной Америке. Некоторые люди, знакомые с семейством Энглин, утверждали, что видели двух человек, похожих на братьев, на похоронах их отца. 43. Убийство Улафа Пальмы. Премьер-министра Швеции убили в Стокгольме, когда он шел домой со своей женой. Поначалу дело казалось простым и очевидным, поскольку главный подозреваемый Кристер Петерсон был опознан непосредственным свидетелем, госпожой Пальмы. Петерсон был признан виновным и осужден, но позже оправдан в ходе апелляции, сославшейся на отсутствие мотива и орудия убийства. С тех пор ни один подозреваемый не предстал перед судом, хотя выдвигалось немало обличительных теорий, включая курдских повстанцев и югославские секретные службы. 44. Что Папа Лев сказал гуну Атиле. Атила был постоянной угрозой для западной и восточной римских империй. Он активно завоевывал территории и был не так уж далек от того, чтобы захватить весь известный мир в V веке. В 452 году он вторгся в Италию и направился к Риму. Тогдашний император подумал, что все можно решить путем переговоров, и послал Геннадия Авийну, одного из консулов 450 года, Мемия Эмилия Тригития, бывшего городского префекта, и Льва Первого, тогдашнего папу, обсудить вопрос о разграблении Рима. Нет никаких записей о том, что переговорщики говорили Атиле, но они определенно сделали что-то правильное, поскольку правитель гунов отступил, и заслуга в этом принадлежала папе. Даже если есть вероятность того, что Лев Первый задокументировал разговор, и рукописи находятся в архивах Ватикана, они закрыты для публики. 45. Что случилось с картинами музея Изабеллы Стюарт-Гарднер? В 1990 году двое мужчин, переодетых полицейскими, проникли в музей Изабеллы Стюарт-Гарднер в Бостоне, обездвижили ночных охранников и украли 13 бесценных экспонатов, после чего скрылись. В то время стоимость похищенного составляла около 200 миллионов долларов, сегодня эта сумма намного больше. В последние годы ФБР дало понять, что считает воров связанными с преступной организацией, базировавшейся в частности в Среднеатлантических штатах и Новой Англии. Однако на ранних этапах расследования рассматривались даже охранники, дежурившие в ту ночь, хотя их быстро проверили и отсеяли. По сей день не было обнаружено ни одного произведения искусства, вынесенного из музея. 46. Пропажа Кирсы Дженсен в Новой Зеландии. Я бы назвал неразрешимой эту загадку из Новой Зеландии. Это тайна Кирсы Дженсен, 14-летней девочки, пропавшей без вести в 1983 году во время прогулки на лошади. В контексте Зеландии это довольно значительное событие, потому что нераскрытые исчезновения там весьма редко встречаются. Кирса пропала 1 сентября 1983 года. Сформировав поисковые отряды, власти смогли найти ее лошадь Комодора, но не саму Кирсу. В последний раз ее видели, неподалеку от устья реки Тута и Кури. Свидетели рассказывали, что видели ее с окровавленным лицом, на расспросы она ответила, что упала с лошади и родители скоро за ней приедут. Другие вспоминают, что перед исчезновением она разговаривала с мужчиной в белом фургоне. Мужчина по имени Джон Рассел признался в убийстве Дженсен, но позже отказался от своих слов, после чего покончил с собой. 47. Янтарная комната. Янтарная комната находилась в России, а точнее в Екатериненском дворце царского села, где обычно проживала императорская семья и приближенная аристократия. Комната считалась архитектурным шедевром. Украшенная янтарными панелями и щедрым золотым декором, она была хранилищем множества искусных резных деталей и произведений искусства. Во время Великой Отечественной войны янтарная комната, предположительно, была разобрана немцами и отправлена в Пруссию, но после войны ее больше никто не видел. Многие считают, что драгоценную комнату в разобранном виде погрузили на пароход, и шедевры затонули вместе с судном, не сумевшим добраться до места назначения. Другие не верят, что остатки янтарной комнаты находятся на дне океана, считая, что прежде чем нацисты были задержаны, они разобрали янтарную комнату и спрятали ее в каком-то секретном месте. В 1979 году советское правительство решило попытаться восстановить янтарную комнату. С 2003 года она стала доступна для осмотра и по-прежнему находится в Царском селе. 48. Люди, пропавшие в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Пять человек в XIX веке исчезли, оставив после себя несколько очень странных вещей. Геолог Ламонт Янг проводил полевые исследования на побережье Нового Южного Уэльса со своим помощником и двумя друзьями в 1880 году. Группа наняла лодочника Томаса Тауэрса, чтобы он отвез их для продолжения работ, и все пятеро исчезли. Позже лодку нашли застрявшей среди скал, а судьбу пропавших так и не смогли установить. 49. Несколько танцевальных эпидемий между 1374 и 1518 годами, иначе известная как танцевальная мания. Танцевальная чума была странным явлением в Европе. Люди бесконтрольно пускались в пляс и не могли остановиться. Во многих случаях болезнь прекращалась только тогда, когда танцующие теряли сознание от истощения. Массовые приступы танцевальной мании наблюдались на протяжении веков, и люди до сих пор верят в их мистическую природу. Некоторыми современными учеными они рассматриваются как психогенное заболевание, то есть феномен признается не физическим, а скорее социальным явлением. Другие утверждают, что подобные танцевальные помешательства были следствием укусов пауков или отравления растениями, например, с парыней. 50. Кто заточил Беллу в ведьмин вяз? В апреле 1943 года четверо мальчиков обнаружили человеческий череп в полом стволе вяза в Вустершире. Проведя расследование, полиция обнаружила в дереве скелет женщины, но не смогла ее опознать. В следующем году в этом районе было найдено граффити с надписью «Кто положил Беллу в ведьмин вяз?», после чего полиция и общественность стали идентифицировать пропавшую женщину как Белла. Хотя многие убеждены, что Белла была убита, причины преступления не выяснены. Некоторые считают, что она погибла от рук любовника, другие уверены, что она послужила оккультной жертвой. 51. Какая информация содержалась в Александрийской библиотеке. Александрийская библиотека, названная по месту своего расположения в Египте, считалась одной из самых впечатляющих библиотек своего времени. Она содержала массу уникальных материалов и была одним из немногих хранилищ, где находились произведения, созданные за пределами Египта, путешественники, привозившие раритеты из дальних стран, часто дарили их библиотеки. О том, как библиотека была погублена, рассказывают по-разному. Хотя многие согласны с тем, что ответственность за ее уничтожение лежит на Юлии Цезаре, исследователи не могут определить, намеренно он это сделал или случайно. Как бы то ни было, огонь с начавших гореть доков быстро перекинулся на библиотеку, превратив средоточие знаний в обугленные руины. В Александрии некогда размещалась одна из величайших и наиболее значимых библиотек древнего мира. Она была достоянием научно-исследовательского института в Египте под названием «Александрийский музей». Большинство других библиотек были региональными, а египетская стремилась быть универсальной, располагая знаниями со всего мира. Различные источники по-разному оценивают количество книг в библиотеке. Число колеблется в пределах 200-700 тысяч. Но мы, вероятно, никогда не узнаем, насколько велика была коллекция, какие сокровища и знания она содержала, поскольку собрание было уничтожено, и мы знаем о нем только из письменных источников, археологических остатков не сохранилось. Историки предполагают, что в библиотеке были книги по риторике, праву, эпосу, истории, медицине, математике, естествознанию, а также лирическая поэзия, трагедии и комедии, которые могли бы многое рассказать нам о том, как люди тогда видели мир. Но все это погибло настолько давно, что сейчас можно только мечтать о восстановлении хотя бы малой части коллекции. 52. Что случилось с Эдгаром Алланом По? То как Эдгар повстретил свой конец, крайне подозрительно. Писателя заметили блуждающим по улицам Балтимора, штат Мэриленд, в бреду и сильном расстройстве. Его доставили в больницу, и через несколько дней он скончался. Его друг Джозеф Снадграсс пришел навестить Эдгара По и не узнал писателя. Тот был растрепан и одет в плохо сидящую одежду, которая, по мнению друга, ему не принадлежала. По не смог объяснить, что с ним произошло, поскольку оставался в бреду до конца пребывания в больнице. Перед смертью он неоднократно произносил имя Рейнольдс, но никто понятия не имел, что это значит. Странность еще и в том, что нет никаких записей о причине его смерти. Теоретики предполагают, что у него был слишком низкий уровень сахара в крови, или, возможно, бред, был результатом неудачной попытки самоубийства с помощью наркотиков. По некоторым предположениям, он стал жертвой преступления. В то время бандитские группы заставляли случайных людей голосовать за определенных политиков, на которых они работали, причем по нескольку раз. Часто они насильно спаивали жертву, чтобы заставить ее починиться. Снадграсс тоже считал, что его друга убил алкоголь. К сожалению, ни один сыщик не оказался настолько умным, как литературные персонажи Эдгара По. Тайну его смерти так и не смогли разгадать, по крайней мере, пока. 53. Библиотека Ватикана. Ватиканская библиотека кишит тайнами, поскольку закрыта для широкой публики. Ее наиболее интересной частью является апостольский архив. Он был отделен от основной коллекцией в 17 веке и содержит письма, написанные и полученные папами, и все акты, обнародованные Святым Престолом. Самый древний документ отдельная пергаментная страница, датируемая 809 годом, где говорится о пожертвованиях церкви в Венеции. В архиве хранится папская була 1521 года об отлучении Мартина Лютера, а также письмо Генриха VIII с просьбой о разводе с женой. Вердикт, отклоняющий просьбу, побудил короля Англии создать собственную церковь, где развод был принят. Ценность архива в том, что он хранит исторические документы за более чем 1200 лет. Бесконечное количество загадочных документов на разных языках, аккуратно расставлено на стеллажах, уходящих вдаль на километры. К ним допускаются только академические исследователи, а это лишь пара тысяч человек в год. Исходя из этого, можно с уверенностью предположить, что там остается огромное количество материалов, которые никто даже не пытался прочесть. 54. Кто владеет ковчегом Завета? Согласно книге Исхода, сам Бог поручил Моисею построить его во время сорокадневного пребывания на горе Синай. Ковчег из чистого золота, достойное хранилище для скрижалей с десятью заповедями. Легендарный ларец неоднократно упоминается в Библии, как и то, что он пребывал под защитой храма Соломона, пока вавилоняне не напали на Иерусалим и не разрушили стены святыни в 587 году до нашей эры. С тех пор не обнаружено никаких записей о том, куда делся ковчег. Есть упоминания о том, что он мог быть спрятан до прихода вавилонян. И есть церковь богоматери Марии Сионской, которая утверждает, что ларец у них. Но доказательств по-прежнему никаких. 55. Что вызвало крах бронзового века. Исторический период, длившийся примерно с 3300 года до нашей эры, по 1200 год до нашей эры. Называется бронзовым, потому что именно в этот временный отрезок, люди обнаружили, что могут соединять металлы и получать бронзу. Это была богатая эпоха, где мощные цивилизации, такие как египтяне и вавилоняне, процветали и развивали свою культуру с помощью новых инструментов, которые они могли создавать. Однако по непонятной причине в течение нескольких десятилетий, культура рухнула и начался новый исторический период, названный темными веками. Историки полагают, что это можно объяснить бедствиями, которые произошли одновременно, например засухой с последующим голодом, бродячими мародерами и другими сопутствующими трудностями. Поскольку цивилизации были во многом зависимы друг от друга, они и рухнули вместе. Существует также теория о народах моря, которые якобы нападали на крупные города, сжигая их дотла. Но не все историки в это верят, хотя на стенах храма Рамзеса III, в погребальном комплексе меди нетабу есть барельеф, изображающий морское сражение. 56. Последние слова Эйнштейна. Гениальный немецкий физик скончался в Принстонской больнице, штат Нью-Джерси, 18 апреля 1955 года. Смерть вызвала внутреннее кровотечение после разрыва аневризма брюшной аорты. Эйнштейн знал, что умрет, и не верил в целесообразность искусственного продления жизни, поэтому отказался от лечения. Но у него было время подумать о том, что он хотел бы сказать напоследок. Так совпало, что в последние минуты с Эйнштейном находилась медсестра, и она действительно слышала, как он что-то бормотал. Но что именно, она не знала, потому что не понимала по-немецки. Возможно, его озарило невероятно важное осознание, или он прощался с любимыми на родном языке. До изобретения машины времени миру придется мириться с тайной последних слов гения. 57. Откуда пришли шумеры? Самая ранее из известных ныне цивилизаций шумерская, располагалась в исторической области Южной Месопотамии, нынешний Ирак. Шумеры первыми стали использовать письменность, изобрели систему счисления, первые колесные транспортные средства, высушенные на солнце кирпичи и ирригацию для земледелия. Но историки до конца не уверены, откуда они пришли. У них был изолированный язык, не связанный с другими окружающими языками, что затрудняет отслеживание их происхождения. Исследователи предполагают, что шумеры могли прийти из Северной Африки, а по некоторым другим данным с Кавказа. Существует масса бездоказательных теорий, и это лишь показывает, насколько загадочным является происхождение людей, создавших первую человеческую цивилизацию. 58. Великое несоответствие, полтора миллиарда лет геологической летописи, просто исчезли. В истории Земли бесконечное количество пробелов, и люди пока не в состоянии заполнить их все. Одна из самых волнующих тайн великое несоответствие. Это разрыв в горной летописи наслоения пород в промежуток, между 100 миллионами и 1 миллиардом лет. Явление наблюдается по всему миру в разных местах, с различными вариациями слоев, и ученые не могут его объяснить. Горные породы похожи на торт, пласты которого становятся старше, по мере ухода вглубь, причем изменение возраста происходит постепенно и хорошо прослеживается. То, что творится за пределами 100 миллионов лет, нельзя объяснить простой эрозией, однако ничего логичнее современные исследователи придумать не могут. 59. Таинственные смертельно опасные мумии. Как мы знаем, в Древнем Египте люди предпочитали метод мумификации другим методикам захоронения покойников, потому что считали, что жизнь существует и после смерти, а значит, и тело должно сохраняться в максимально приемлемом виде. Также в загробной жизни ушедшему человеку, особенно если он был богат и знатен при жизни, понадобятся и вещи, а следовательно, в саркофаг нужно было положить все то, чем пользовался человек, в том числе и самые ценные вещи. Но и поскольку, как мы знаем, пирамиды были построены для фараонов, мумии здесь принадлежат людям высшего эшелона, а стало быть, и вещи их отличаются богатством, ценностью и многообразием. Настоящая пещера Али-Бабы для разбойников. Чтобы отпугнуть расхитителей гробниц, сразу же после постройки крупнейших и богатейших пирамид, жрецами Древнего Египта был распространен слух якобы о том, что мумии прокляты. И якобы это проклятие не растворилось в воздухе и через тысячи лет. В качестве доказательства этого исследователи, указывают на гибель ученых, особенно первой волны конца 19-го начала 20-го века, изучавших эти самые мумии. Но при помощи современных технологий, можно выявить ошибочность этой идеи. Согласно исследованиям, причиной смерти ученых считается не проклятие, а высокий уровень радиации, а также законсервированные на тысячи лет в анабиозе древние бактерии. Поскольку большинство ученых не знали об этом раньше, они подверглись высокому радиационному воздействию и, к сожалению, погибли. Число погибших при исследовании мумий составляет 12 человек. 60. В пирамидах растения развиваются быстрее. Если вы сажали саженец, скажем, дерево, то знаете, насколько долго он будет расти до того момента, как вырастет в дерево. Выход, похоже, найден, ведь ученые, изучающие рост растений внутри египетских пирамид, заметили, что они развиваются там быстрее обычного. Кто знает, если в будущем мы сможем разгадать эту загадку и создать на ее основе технологии, быть может, это поспособствует революции в растениеводстве и сможет вывести сельское хозяйство на недосягаемый до того уровень. Но до тех пор пока что этот феномен так и остается тайной. 61. Строители пирамид сумели решить проблему вентиляции в закрытых со всех сторон пирамидах. Как вы знаете, египтяне мумифицировали умерших исходя из своих верований. Но они, как и во всем, что касается смерти, подходили к погребению с максимальным вниманием к деталям. А что если покойники чувствуют запах? Вопрос для современного человека более чем наивный. Но не для древних египтян. Возможно, тысячи лет назад до нашей эры египтяне тоже подумали об этом, ведь как объяснить, что в этих великолепных сооружениях, которые они построили для фараонов, вовсе нет неприятных запахов. Ни запаха плесени, ни пыли и ничего-то подобного. А ведь эти гигантские гробницы запечатывались на тысячи лет, в них нет ни окон, ни дверей, но есть система вентиляции, позволяющая воздушным потокам выводить неприятный душок от объекта, если он вообще там мог появиться. 62. Тайные двери и лабиринты древнеегипетских пирамид. В огромных комплексах пирамид, находится большое количество комнат. Многие из дверей, которые ведут в те или иные помещения комплекса, были обнаружены и исследованы, но говорят, что в пирамидах до сих пор есть потайные двери, которые так еще и не были открыты. Некоторые ходы по каким-то причинам, банально не могут открыть, а за некоторыми находятся ходы, сложные, как лабиринты. Ходят байки, что бывали случаи, когда исследователи, входившие в эти лабиринты, исчезали бесследно, а те, кому посчастливилось найти выход, приходили туда, откуда начинали свой путь. 63. Вдохни новую жизнь в уход за лицом. И, наконец, благодаря особой форме пирамид вода, оставленная в одном из помещений на пять недель, превращается в лосьон. Правда это или нет, мы не знаем, но такой слух ходит, и, возможно, это еще одна загадка, связанная с древними строениями. 64. Зеленые дети. В XII веке в английской деревне Вулпит появились два загадочных ребенка, мальчик и девочка. У детей была зеленая кожа, и они говорили на языке, который никто не знал. Они добавляли загадочности тем, что отказывались есть что-либо, кроме бобовых стручков. Когда девочка научилась говорить по-английски, она заявила, что они с братом родом из страны Святого Мартина, где солнце никогда не поднимается над горизонтом. В конце концов дети поселились в Вулпите, и жили вполне нормальной жизнью, девочка даже вышла замуж. Со временем их кожа приобрела нормальный цвет. Объяснения появления зеленых детей включают теории о том, что они были космическими пришельцами или гостями из другого измерения. Английский фольклор утверждает, что потомки зеленых детей до сих пор живут в Сафолке, Англия, но они никогда не были идентифицированы. 65. Кто-то рядом. 20 мая 1916 года три уставших фигуры наткнулись на китобойную станцию на северном побережье Южной Георгии. Эрнест Шеклтон, Фрэнк Уорсли и Том Крин шли без остановки в течение полутора дней, чтобы найти помощь и спасти свою команду, которая застряла на другой стороне острова. Путешествие было коварным, поскольку им пришлось пересекать горные районы только с помощью веревки и топора в качестве снаряжения. Их храбрость была вознаграждена, когда они, в конце концов, нашли помощь в Страмнесе, и все попавшие в беду люди были спасены. Спустя всего несколько недель после инцидента, трое мужчин поняли, что у них всех сходные ощущения. Все они чувствовали странное присутствие во время своего путешествия, как будто другой человек присоединился к их спасательной операции. Все трое рассказали, как они чувствовали, что это существо прогуливалось рядом с ними до самого Страмнеса, после чего оно исчезло. Шеклтон, в частности, был очень взволнован этим опытом и не любил говорить о нем. Произошедшие с этими мужчинами пытались объяснить разными теориями. Среди них были такие объяснения, как общая галлюцинация, неврологические расстройства и побочные действия принимаемых путешественниками лекарств. Однако достоверно выяснить, кто или что сопровождало их в тот день, невозможно. Это так и остается загадкой. 66. Друид Колчестера. В 1996 году исследователи обнаружили уникальную могилу возле Колчестера – Эссекс. Предполагалось, что человек в могиле скорее всего умер во время римского вторжения или между 40-м и 60-м годами нашей эры. Погребальная камера была построена полностью из дерева. В ней находился плащ, увешанный медицинскими инструментами, включая скальпели, иглы и ретракторы. В дополнение к этому были обнаружены металлические столбы и травы, в том числе полынь. Рядом с останками была даже шахматная доска. Однако неизвестно, кем мог быть этот человек, хотя эксперты полагают, что он был либо древним друидом, либо врачом. Существует только один римский отчет о друидах Британии, предоставленный Тацетом, и очень трудно правильно идентифицировать артефакты друидов в настоящее время. Следовательно, истинная личность человека в погребальной камере, скорее всего никогда не будет установлена. 67. Шлемы из черепов. Археологи, занимающиеся раскопками захоронений на острове Саланга в Эквадоре, в период между 2014 и 2016 годами, сделали удивительное открытие, объяснение которого им еще предстоит найти. Среди захоронений были останки двух младенцев в шлемах, изготовленных из детских черепов. Было обнаружено, что черепа вероятно были надеты на младенцев в то время, когда они еще были живы. Была обнаружена также маленькая кость, зажатая между головой младенца и черепом, надетым на него. Археологи не имеют объяснения, зачем на детей нужно было надевать черепа. Предполагается, что это было частью какого-то защитного ритуала. Неизвестно также, и что привело к смерти младенцев, хотя судя по их скелету, они были крайне истощены. Возможно это было вызвано извержением вулкана, которое привело к нехватке продовольствия. Эти результаты были опубликованы совсем недавно, и для подтверждения правильности любой из теорий, требуется больше доказательств. 68. Дом плача. Алан и Кристина Тейт любили свой дом в Аманфорде в Уэльсе, вплоть до июня 2018 года. Однажды ночью Кристина готовила кофе, когда услышала странные звуки, раздающиеся в доме. Она позвонила своему мужу, и они оба попытались установить, откуда исходит шум. Они услышали звук приливов, едущих машин, мотоциклов и безудержные крики. В конце концов, они поняли, что звуки раздавались из подвала, расположенного под кухней. Алан установил в стенах диктофоны, чтобы попытаться выяснить, что может быть причиной шума. Оборудование зафиксировало полицейские сирены, женские крики, лай собак и автомобильные сигналы. Кристина верит, что в подвале живут люди, и что звуки могут быть связаны с торговлей, людьми или даже с нарколабораторией. Однако полиция не нашла никаких доказательств этого. Тем временем Кристина и Алан слишком напуганы, чтобы вернуться домой, и путешествуют по Великобритании, пытаясь найти того, кто мог бы помочь им разгадать тайну. 69. Гость Ван Метера. 29 сентября 1903 года У. Г. Гриффит направлялся в свой дом в Ван Метере, штат Айова, когда заметил прожектор на вершине здания, которого он никогда раньше не видел. Когда он подошел ближе к зданию, пятно света переместилось на другую крышу, прежде чем исчезнуть в темноте. На следующий день Гриффит рассказал о произошедшем, и горожане прислушались, ведь он был уважаемым гражданином Ван Метера. 30 сентября доктор Олкот проснулся от луча света, светящего ему в лицо рано утром. Выбежав на улицу со своим огнестрельным оружием, думая, что на его участок проникли злоумышленники, доктор Олкот застыл на месте, увидев перед собой большое гуманоидное существо с массивными крыльями и рогом на голове. Рог излучал поток яркого света. Доктор Олкот выстрелил в существо пять раз, но монстр даже не моргнул. Затем доктор побежал обратно внутрь, а когда оглянулся, существо исчезло. 1 октября, также рано утром, менеджер банка Кларенс Дан подошел к банку, где работал с неприятным ощущением, что недавно появившиеся монстры, возможно были грабителями, пытающимися отвлечь горожан при планировании ограбления финансовой организации. Он заперся внутри здания, сжимая ружье для защиты. Сразу после полуночи Дан услышал странный задыхающийся звук. Затем яркий свет засиял в банке, и Дан увидел фигуру снаружи. Он выстрелил из ружья по фигуре, и она убежала. Позже он обнаружит следы, с отпечатками всего трех пальцев за пределами банка. Все больше людей встречали это существо, включая Дж. Л. Плата-младшего, который столкнулся с ним у входа, в заброшенную шахту для добычи угля. Он также увидел маленькое похожее существо, стоящее рядом с большим. Стрельба по ним снова не имела никакого эффекта. Затем компания решила забраться на вход в шахту, и существ больше никогда не видели. То ли это просто страшная история, в которой весь город был на грани помешательства, то ли жители Ван Метера, действительно увидели нечто сверхъестественное, более ста лет назад. 70. Масляный шар Кришны. На склоне с 45-градусным уклоном и основанием, менее 1,2 метра в Махабалипураме, Индия, покоится огромный валун, более 250 тонн, под названием Масляный шар Кришны. Кажется, что валун скатился с холма, и каким-то чудом остановился на краю склона, прежде чем рухнуть вниз. Гравитация не в силах сдвинуть его с места, точно так же, как и толпы туристов, которые так и норовят столкнуть его вниз. Согласно индуистской мифологии, великий бог Кришна в младенчестве очень любил есть сливочное масло, и поскольку валун имеет оранжевый оттенок, некоторые полагают, что это на самом деле ложка сливочного масла, сброшенное Кришной. Отсюда и название Масляный шар Кришны. 71. Крик Форест Гроув. В 2016 году пронзительный звук Форест Гроув не давал людям спать по ночам и вынуждал постоянно лаять собак. Жители описывали этот звук, как виск автомобильных тормозов, вой сирены и завывание ветра. Некоторые записали звуки, чтобы воспроизвести их позже и попытаться выяснить, в чем причина. Теории были разными. От утечки в трубопроводе, пожарной тревоге или резко тормозящего поезда. Ни одна из этих теорий не оправдалась. Шум продолжался и был слышен в нескольких местах в Форест Гроув. Профессор физики в местном университете попытался отследить источник звука, закрепив все местоположения на карте Google этой местности. Однако результата не последовала и тайна осталась нераскрытой. Жители начали сходить с ума и появились теории, включающие призраков, снежного человека, пришельцев и многое другое. История распространялась по новостным каналам, а звук между тем продолжался. Затем однажды ночью он вдруг прекратился и больше не был слышен никогда. Остается неизвестным, что вызвало такой шум и почему он прекратился так же внезапно, как и начался. 72. Ханан Мансур, Сюзанна Ганем. Ханан Мансур родилась в 30-х годах в Ливане. Она вышла замуж за Фарука Мансура, когда ей было всего 20 лет, и у нее родились две дочери, Лейла и Галари. Вскоре после рождения второго ребенка Ханан поставили диагноз болезнь сердца и предупредили, что у нее больше не будет детей. Несмотря на это, в 1962 году у нее родился сын. Ее брат умер в 1963 году, а вскоре после этого заболела и Ханан. Перед смертью она сказала мужу, что вернется после смерти. Ханан было 36 лет, когда она умерла после операции на сердце. Она безуспешно пыталась позвонить своей дочери, Лейле, перед операцией. Сюзанна Ганем родилась через 10 дней после смерти Ханан. До рождения Сюзанны ее мать утверждала, что ей приснился сон, в котором женщина сказала ей, что собирается прийти к ней. Намного позже мать Сюзанны увидела фотографию, Ханан Мансур и заявила, что она выглядела как женщина из ее сна. Сюзанне было всего 16 месяцев, когда она начала тянуться за стационарным телефоном в доме своих родителей и повторять слова «Привет, Лейла». Ее семья была удивлена этим, поскольку они не знали никого по имени Лейла. Когда Сюзанна повзрослела, она сказала родителям, что Лейла была одним из ее детей из прошлой жизни. В возрасте двух лет она упомянула все три имени детей Ханан и Фарука, ее родителей и братьев. Услышав это, Мансур отправились навестить Сюзанну. Во время этого посещения Сюзанна опознала всех родственников Ханан и сказала Фаруку, что она помнит, как отдала драгоценности своему брату Геркулесу до того, как ей сделали операцию. Никто, кроме семьи Мансур, не знал об этом. К тому времени, когда ей было пять лет, Сюзанна звонила Фаруку по несколько раз в день. Это продолжалось, пока ей не исполнилось 25 лет. Фарук признал, что Сюзанна стала реинкарнацией Ханан, и считал, что физическое сходство между двумя женщинами является еще одним доказательством. Естественно, большинство считает, что это просто совпадение или мистификация. Но то, что действительно произошло, остается окутанным тайной. 73. Звук в Нунавути. Странный звенящий звук, исходящий из океана в Нунавути, вызвал серьезные головные боли у охотников в этом районе, которые промышляли морскими млекопитающими. В 2017 году стало очевидно, что пролив Фьюри-Энд-Хекла был почти пуст, хотя должен был кишеть тюленями и китами. Естественно, существует множество теорий о том, чем мог быть вызван таинственный звук. Среди них старания Гринписа по спасению тюленей от охоты – гидролокаторы. Но ни одна из них не была убедительно доказана. Был даже послан военный самолет, чтобы пролететь над этим районом, но он не зафиксировал ничего, кроме китов и моржей. Канадские войска в то время собирались отправить специалистов по акустике, чтобы пообщаться с жителями соседнего Иглулика и попытаться собрать больше информации о звуке. Однако на сегодняшний день его источник остается неизвестным. 74. Что случилось с Сесилом Грейсом? Сесил Грейс был летчиком, который решил принять участие в соревновании в 1910 году. Приз 2000 фунтов стерлингов первому англичанину, который сможет успешно пролететь над Ла-Маншем. 22 декабря 1910 года Сесил вылетел из Кале во Франции. К сожалению, этого было недостаточно, чтобы победить, поэтому он вернулся в Англию, чтобы начать все сначала. Полет должен было занять около 40 минут. Однако к середине дня самолета Сесила нигде не было видно. Сесил так и не вернулся. 6 января 1911 года пара бельгийских очков и кепка были вынесены на берег на бельгийском пляже. Через пару недель было обнаружено и тело. Оно так и не было опознано из-за разложения, но у друзей Сесила были серьезные сомнения в том, что это были останки авиатора. Даже после того, как Сесил был официально объявлен мертвым, его самые близкие друзья отказались верить, что это были останки их коллеги-пилота. Учитывая, что последний раз самолет Сесила появлялся около Кента, они полагали, что это было слишком далеко от бельгийского пляжа, чтобы авиатор мог оказаться там. На сегодняшний день самолет Сесила так и не был найден. Что именно случилось с пилотом, остается загадкой. 75. Хездаленский свет. С 1940-х годов в районе деревни Хездален, Норвегия, наблюдаются таинственные шары света. Свет, который описывается как яркий белый и желтый, парит над уровнем Земли и не имеет видимого источника. Тысячи людей наблюдали огни, которые были чрезвычайно активны, в 1980-х годах. Научного объяснения огней, которые даже были сняты на видео и выложены на YouTube, не существует. Среди популярных теорий, мираж, кристаллические зерна, ионизированный газ в воздухе, плазма в пыли и НЛО. А какая неразгаданная тайна не выходит у вас из головы? Расскажите о ней в комментариях. На этом я бы хотел закончить это видео с 75 страшными и необъяснимыми неразгаданными тайнами мира. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт, в польской деревне Мейсце Аджанский 10 лет, рождались одни девочки. Небольшое местечко на юге Польши с населением, около 300 человек привлекло интерес ученых, своей забавной аномалией, здесь 10 лет рождались только девочки. Раймунд Фришко, глава Мейсце Аджанский, даже пообещал выплатить премию паре, у которой появится мальчик. И только недавно эта награда нашла своих героев. Однако чем объясняется этот феномен, и как события будут развиваться в дальнейшем, наука не знает. Вот такими у нас получились 75 страшных и необъяснимых неразгаданных тайн мира. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших, наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео, и прошу подписаться на канал книги, истории, факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом.